Друзья, привет! Херсон на связи. Видео снимаю для компании Электромотор, в которой приобрел данный генератор. Это у нас Чемпион 4500. Хочу отдельно поблагодарить Николая из компании Электромотор за подробную консультацию, за вечерние разговоры по телефону, когда я ему звонил и выяснял нужные мне важные вопросы. Также получил скидку в магазине и также купил газовый баллон тоже для этого же генератора. Баллон на 35 литров, ну так примерно, чтобы в нормальной эксплуатации, чтобы грузить его там 1,5-2 кВт, то вот такого баллона там на 2 дня, ну может быть, хватит. Поэтому я не вижу смысла покупать какие-нибудь маленькие баллоны. Это разве что вы приехали, там вам надо постоять где-то 2 часа там мороженое попродавать и уехать. Ну, не знаю. То есть для нормальных задач 35 литров, я думаю, это оптимально. Так, что хочу сказать. Я хотел бы другим сравнительное такое, как бы, описание сделать. Это мой первый инвертор от громадской организации Место Сылы, наши херсонские ребята. Они предоставили, ну, во временное пользование. Я накрутил на нем 100 часов и обслужил, и вот буду его отдавать. На фоне этого генератора сделал для себя решение, что мне надо чуть-чуть помощней. И купил себе вот этот Champion, и своим выбором я, в принципе, доволен. Hyundai тоже отличный аппарат, но с токовыми характеристиками он немножечко... То есть, ну, он не любит компрессоры, большие вот осушители, которыми мы сушим сейчас квартиру. То есть его несложно перегрузить, чтобы он ушел в аварию. То есть он работает, все в порядке, но нужно в правильном порядке запускать. Сначала самый мощный компрессор, потом послабей, послабей. И, ну, то есть, таким образом выводить его на режим, и дальше он работает. С Champion все просто, врубил и поехали. Хотя это неправильно, на самом деле. То есть, все-таки надо подключать самые большие в первую очередь. Что хочу сказать? Я не буду подробно останавливаться на Champion. Значит, очень нравится слив масла. Абсолютно чистый. Действительно, первый раз в жизни добился чистой замены масла. Все, шланг, открутили пробку, слили масло, залили в заливную горловину новое, все. Панель управления. Панель управления. На Hyundai сделано, на мой взгляд, круто. Круче, чем здесь. То есть он, там автоподсос. Здесь нужно повернуть, вот, режим подсос. Нажать кнопку, он запустился. После этого перевести в рабочий режим, техника работает. Ну, ничего, это не проблема. Дисплей. Здесь LED-дисплей, он сам собой светится. Очень его четко видно и в темное время, и на солнце. Очень здорово. Шкала загрузки здесь вот так. Ну, на самом деле, очень тяжело понять. То есть, у меня вот три кубика светится, а сколько там конкретно, нет. На Hyundai дисплей отображает в амперах нагрузку. То есть, для тех, кто сильно интересуется параметрами, то, ну, интересный момент. Звукоизоляция. Она в чемпионе есть, в Hyundai ее нет. На мой взгляд, чемпион работает тише, чем Hyundai. Мягче. Быстрее реагирует на изменения нагрузки. И это все прям с таким приятным, ну, прям приятно работает двигатель. Может быть, это именно из-за изоляции. То есть, качество изготовления аппаратов достойное. На уровне все классно. Ну, единственное, что вот в Hyundai совсем нет никакой изоляции. Ну, и в Hyundai немножко не нравятся вот эти вот швы. То есть, ну, нужно было бы как-то... Ну, это если придираться. Это не критично. И чего бы мне хотелось у Hyundai увидеть, чтобы здесь была ручка. Чтобы можно было его взять, двумя руками понести. Вот как на чемпионе. То есть, вот такой момент. Что еще на чемпионе приятно? Ну, это мелочь, но она как бы важна. То есть, у чемпиона ноги в количестве четырех штук. То есть, здесь под колесами и вот тут спереди. То есть, он стоит на четырех ногах, а не на двух ногах и на колесах, как Hyundai. Поэтому, как бы для виброразвязки это более... Более правильно. Газ подключается вот сюда. Раз, все. То есть, самое козырное, на мой взгляд, подключение. Ну, что ж. Ну, то есть, оправдал полностью все мои надежды этот аппарат. Вот, все красиво, качественно сделано. На всех вот таких вот элементах написано. Вот. Хуайю. Ну, то есть, это, конечно, не Америка. Понятно, это Китай. Но качество литья, ну, на мой взгляд, просто космическое. Прям классно. Поэтому, конечно, это не американский мотор. Все это китайское, но сделано под американским руководством. Сделано, но солидно, серьезно. Мне нравится. Поэтому, рекомендую. То есть, не ест он топливо, как там кто где пишет, там, 300 грамм или еще что-то. На нагрузке 2 киловатта, то есть, я высчитывал, у меня получилось где-то грамм 800. То есть, это, ну, немало, допустим. Но и если его перевести, если он будет работать в экономном режиме, то это, ну, в нагрузке до киловатта, то там и расход может быть, и будет тогда, там, 600 грамм. То есть, как грузишь, так и ест. Но зато качество электричества и здесь, и в Hyundai на высоте. Это действительно полноценная электростанция, я бы так сказал. Что еще я хотел сказать. Пожалуй, все. Работайте с компанией «Электромотор». Всем добра, мира и победы! Работайте с компанией «Электромотор».